Всем привет, это моя девушка. Я твоя жена. А. Без тебя не мур. Я просто без тебя не мур. Это блин. Я забыла просто кое-что и только что вспомнила, что я это забыла. И получилось, ребята, блин. А еще меня сегодня утром прет. Всем привет, это моя девушка. Я твоя жена. А, иногда забываю. О, Боже мой. Короче, всем доброе утро. На самом деле, я хотела сказать, ребята, всем доброе утро. Но в этот момент я вспоминаю, что я забыла документ один важный. И такая, блин. Вот и сомнятилась, ребята, блин. Тогда не делается дневектора? Делается. Ну, я так горку небольшую, так она... Так а макарошек не вермишели. И того, и того. Перемешку сделать. Перемешку. Так интересно, ты не пробовал? Мне ей куча никогда не нравится. Ну, сделай. Ты с ней снимаешь. Как это я не снимаю? Молодая. Да не по этой ориентируйся. Вот же, жмигает. И мне показали, что она тут седится. Хм. Ой, ребятки, приехали мы сейчас домой. Я сейчас быстро-быстро кушаю. У меня вон мивинка запаривается. А Андрюша покушает сегодня вермишельку. Я варила. А я не. А я сейчас поеду. Сейчас заварится это. Я так что погладилась, потому что у меня после дождя, мы сегодня без зонтика, после дождя просто был дурдом. Поэтому мне надо было срочно погладиться. Я еду уже сегодня разбираться с вас. Я без тебя не мур. Я просто без тебя не мур. Андрей решил, что он певец. И теперь он поет песни, ходит. Кто здесь певец? Это я, это я. Ничего, не я. Это я, это я. Ничего. Ты кто здесь? Пожалуйста, займись. Не грузи голову. Это я, это я. Это я, это я. Это кто? Кись, мы без тебя голову нагружены. Я без тварей не мур. Короче, сейчас быстро покушаю и поедем с мамой. Интересно, вы слышали, как урчит мой живот? Надеюсь, нет. Всем приятного птица, кто не кушал еще. Мы поехали, короче, по делам. Но сегодня эти дела сделать круче опять невозможно. И смотрите, какой идет... А, мама, скажи привет. Всем привет. А теперь смотрите, какой идет снег и как красиво. Там мост освещается. Просто красота. А еще, знаете что? Это же декабрь уже наступает скоро. Мне мама говорит... Чуть не уронила камеру. Короче, что-то там с декабрем было так же связано. Я такая еду, еду. Тут я понимаю, что это же 26-е, 27-е. И все, и это первое декабря вот уже наступает. Я просто удивлена этому. Очень сильно. И тут снег просто идет. И прям хочется включить новогоднюю песню какую-то. Надо включать у себя режим ожидания нового года, потому что я еще до сих пор из-за вот этой всей свадебной суеты, потом покупки все для дома. Забыла, что Новый год и не включила свой режим. И как это я без новогодних фильмов? Короче, надо сегодня... Это вообще в шоке. Не, по-любому сегодня с Андреем ляжем смотреть какой-то новогодний фильм, потом уже такой ужас. Какие-то... Да, даже если вы не успеваете, все равно... Все равно надо. Скажешь, Андрей, какой сон. Какой спать. Я только что, главное, ехала в машине вот так примерно. И сегодня так... Надо бы раз фильм смотреть. Да, и сегодня на паре вот так сидела. Андрей вырубился полностью. Не, на самом деле просто... Пошел дождь, и почти все в группе так уже в таком состоянии сидели, потому что у нас была лекция просто. Что это все тут случилось? Да, она забилась. Короче, это... Пошел дождь, и лекция была, и так тихо, и у нас уфо работало. И как-то так стало очень тепло, и все прям приуснули из-за того, что вот так как-то уютно было. Андрей вырубился, я тоже сижу, пишу вот такая, типа, лекция. И просто я понимаю, что у меня уже изрисована вся тетрадь вот такими... Полосами через весь лист, потому что я куняю, и куняю как-то так, что задеваю ручку. Короче, это было смешно. Потом я поняла, что я уже писать лекции не могу, я уже просто сидела, слушала в вот таком вот режиме. Короче, ребята, это уже... А еще узнала, что у нас сессия будет с 20... 24 по... А, с 21 по первое. Нет, с 24 по... Господи, по 31. А я думаю, как-то по первое, это что вы будете первое? Я говорю, а с бодонайте что-нибудь сдавать? Ну, короче, это вообще... Что за бред? 31 декабря сидят в колледже? Не, ну в этот момент уже можно даже назвать шарагой. И все называют наш... Вообще, все колледжи называют шарагой. И все в колледже называют шарагой. Я не понимаю, как можно называть шарагой. Но колледж и колледж. Что это шарага? Ну, все называют шарагой. Не знаю, короче. Поэтому... Как это странно. Если действительно придется 31 числа идти в колледж, то я назову, что я иду не в колледж, а в шарагу. Потому что... Я сдамся. Я сдамся и тоже приму позицию, шарага. Короче, такие вот дела. Сейчас едем в эпицентр. Ну, мы просто любим с мамой эпицентр. Я просто не знаю, как заехать домой и спокойно зайти в дом, если мы не заедем в эпицентр. Жизнь без эпицентра, это все равно что и непонятно. Блин, мы вот это проехали дальше, смотрите. Так, заброшка вот здесь. Сейчас будет заброшка. Нет, вот здесь. Вот, вот здесь. Короче, мне очень нравится это здание. Оно как пряник подсвечивается. И там заброшка. Вон, вон торчит. Всякое такое. Вот оно. А на вот этой крыше Солярчин был. Че они пошли на это? Ну, я че же я перестраиваюсь. А, ты перестраиваешься? Да, я еще еду здесь за рулем. Еще я не мешаю? Короче, на вот этой вот крыше... Если я съемка не мешаю, может, я просто выйду. Ну да, потому что мне неудобно показать. На вот этой крыше был, короче, Дима Солярчин. Я не понимаю, почему он поперся на крыше жилого дома. Причем они, по-моему, полтора часа ждали, пока кто-то откроет подъезд. Для того, чтобы они пошли на крышу. Но смысл, если вот стоит рядом заброшка, на которую вообще попасть без понтова. То есть вообще проблем нет. Там нужно просто зайти через дверь. Там открыта дверь, потому что бомжи на первом этаже ночуют ночью. Зайти через эту дверь и просто подняться наверх. И все. И делай там, что хочешь. Они просто на крыше ночевали в палатках и запускали потом в 5 утра салют. Ничего не поте... Но было прям приятно, что я была на этой заброшке, а дом напротив пришел Солярчин снимать в Москве. Так что... Ну, просто понимаете, когда он увидел Ришу Дэй на заброшке... А, я не снимала ни разу на заброшке. Я никогда не снимала на заброшке. Боже мой! И теперь ты вышла замуж, и тебе придется не ходить по заброшкам? Какой ужас! Я думаю, мы со временем летом придем. А, да! Да, я думаю, вы о заброшке будете лету думать. Лету 100% заброшка ваше дело. Короче, такие вот... Ну, все. Приехала домой, сейчас выкузаю, что я купила. А, сегодня я купила немного уже. Я купила сегодня вот этот набор гостевой для... Короче, набор с тапочками. Сейчас вам покажу, какой. Вот такой вот кармашек. Тут 5 пар вот таких вот разных тапочек. Просто, когда испортятся эти тапочки, вот этот кармашек можно будет спокойно складывать дешево. Мика. Там Мика начала галкать, потому что там Андрей за меня складывал в дом. Короче, такой вот наборчик. Так как на кармашке вешается. Ну, короче, очень милый. Две совушки. Мы с Андреем любим поспать. Вот это такой прикол. Вот это Оскар. А вот это Мика. Вот это Оскар. А вот это Мика. Ку-ку! Ребята, че вы? Кто победит? Слышь ты! Сейчас по жопе дам. Мика, прекрати! Нельзя так делать. Короче, муж заказывает зразы и заказывает битки. Поэтому размораживаю мясо. Картошка начищена. Сейчас жду, пока он мне помоет кастрюлю, принесет. И буду ему, значит, варить картошку. Так что, вот так вот. Вот такие вот дела. На самом деле, мне очень нравится готовить. Я прямо от этого кайфую сейчас. Ну, это пока сейчас. Надо уроки сделать. Пока будет вариться картошка, я побью битки. Ну, шо, оно разморозилось или нет? О! Нет. Не до конца. Ладно, не до конца, нормально. Буду бить сейчас битки. Поэтому такие вот дела. Ты, типа, умер. Добрый, муки. Шлядкий мой такой, шлядкий. Мика, чекай. Шлядкий мой. Я почти, я пожарила битки. Я уже сейчас дожариваю. Зразы. Андрей ходит в трусах. Тебя все плавка в виде. Садись, кушай, кисть. Мика, отойди. И, короче, вот такие вот дела, ребята. И сейчас пол первого. У нас просто не получается. Здесь получилось, кстати. Это капец какой-то.